Давайте посмотрим короткий видеосюжет. Он как раз говорит об экологических проблемах, которые вот сегодня это фильм выдержки из американского фильма. Метод добычи называется гидравлический удар. Он включает в себя введение воды насыщенной смесью химических веществ на глубину до 2500 метров. Этот удар похож на небольшое землетрясение. Огромное давление разрывает пласт и высвобождает газы. Для создания удара нужен специальный буровой раствор. Смесь из более чем 596 химических веществ. От труднопроизносимых до неизвестных, да совершенно неизвестных. Ингибиторы коррозии, загустители, кислоты, биоциды, ингибиторы для контроля сланца, гелеобразователи. Наспись на цистерне. Просто добавь воды. Для каждого бурения нужно от 4 до 26 тысяч кубометров раствора. Для каждого бурения нужно от 4 до 26 тысяч кубометров бурового раствора. Каждый раз для нового удара на уже пробуренной скважине нужны новые 26 тысяч кубометров воды. Скважина может быть использована до 18 раз. Часть первая. Зонды. Башня. Это видимая часть зонда. Зонд вгрызается в породу 3-4 недели на глубину от 2,5 до 3,5 километров в толщину сланца. В итоге для каждой скважины делается первый гидравлический удар. Для этого нужно 1150 грузовиков. Они распределяются следующим образом. Доставка оборудования и строительства дорог от 10 до 45 грузовиков. Доставка зонда 30 грузовиков. Химикаты для гидравлических ударов от 25 до 50 грузовиков. Трубы и другое аналогичное оборудование от 25 до 50 грузовиков. Монтаж и демонтаж зонда 15 грузовиков. Дополнительные составы для старта от 10 до 20 грузовиков. Оборудование для гидравлических ударов и цистерн от 150 до 200 грузовиков. И самое главное, вода для гидравлических ударов. Для каждой скважины от 400 до 600 грузовиков. Песок от 20 до 25 грузовиков. Удаление сточных вод от 200 до 300 грузовиков. Это означает, что возвращается только половина закачанной в скважину воды. Часть 2. Бассейны. Вы видите резервуар для сточных вод. Вода после гидравлического удара, или как ее еще называют промышленники, «Пластовая вода». Перед ее сбором и утилизацией раскапывают огромный бассейн с грунтовым или глинистым тном. Иногда он является водонепроницаемым, но в большинстве случаев вода проступает непосредственно в грунт. Разноцветные флаги. Я не знаю, по какому поводу это. Возможно, по поводу торжественного открытия нового бассейна. Часть 3. Распылители. Снова вспомню проблему сточных вод. 300 грузовиков сточных вод из каждой скважины. Это очень много. Чтобы избавиться от этой проблемы, используют распылители. Вода распыляется в бассейнах и на солнце испаряется быстрее. Вы, наверное, подумали. Это безумие. Эта вода содержит все ядовитые буровые вещества, а также органические летучие вещества, в том числе очень ядовитые. Они создают химически загрязненный озон, который выпадает в виде кислотных дождей на лугах. Часть 4. Вентиляция. Каждая скважина имеет в своем составе небольшой завод и хранилище. Мы видим так называемый сепаратор. Газ освобождается от влаги. В нагретом до 100 градусов сепараторе вода испаряется. Химикаты B-TEX, в том числе летучие органические соединения, бензол, таллоу, селол и другие, испаряются на месте. Затем газ поступает на завод. Часть 5. Цистерны с конденсатом. Большие емкости для конденсата. Конденсат хранится в них до транспортировки. Конденсат можно найти повсюду. От сточных вод до топлива. Он стоит прямо здесь, взрывоопасный, и постоянно выбрасывает летучие вещества прямо в воздух. Химическое вещество, о котором не хотят говорить, этиленгликоль. Используется для гидроударов. Используется в течение всего цикла жизни скважины. Влияние на людей, рак яичек, мутации в эмбрионах, отклонение в костном мозге, разрушение эритроцитов. Риски для здоровья чрезвычайно опасны. В начале ноября наша вода окрасилась. Приобрела странный вкус, металлический. Потом стала коричневая, как грязь. Кэббот прислался до химика для проверки. Тот проверил и сказал, не пить, не мыться, не стирать, не использовать вообще. Таким образом, речь идет о вашей воде? Да, они поставили эту трубку. Может, газ выходит оттуда? Да. Другая проблема, которая беспокоит Дебби Мэй, это то, что происходит с ее животными. Извините, они не выходят. Их мех выпадает. Одну кошку постоянно тошнит. У нас есть три кошки, и все три пострадали. Что говорят в агентстве по окружающей среде? Что-то из-за передозировки лесов. Моя следующая остановка была напротив дома Рона и Джейн Картер. У них скважина прямо перед домом. Вскоре после бурения вода начала кипеть. Оказалось, что в ней есть газ. Я позвонил им и сказал, что до бурения наша вода была хорошая, а потом испортилась. Там сказали, что могут, и докажут, что это не их вина. Моя жена ответила, что он мог бы доказать обратное. Он перестал отвечать. Мы живем здесь 40 лет, и никогда не было проблем с водой. Они начали бурить, и начались такие проблемы с водой. Это так. В конусе ничего. Просто собираем газ. Отверстие не полностью закрыто. Готовы? Пламя желтое. Конус высокий. Около 30 сантиметров. Пламя еще больше. Где-то 60 сантиметров высота пламени. Надпись. Не пейте эту воду. Я ее высохнул. Сейчас, еще несколько секунд. Воу! Господи! Господи! Продолжение следует...